Вы, Олег Борисович Добродеев, вы руководите ВГТРК, и вам нужны информации, каждый день этот сливной бачок, так сказать, должен наполняться, и вы должны дернуть за цепочку и что-то слить. Абсолютно открыто хамят уже ученики, учителя, даже пытаются с ними чуть ли там не в физический конфликт входить. Есть наоборот, когда педагоги применяют тоже хамство или там физическую силу. Россия сегодняшняя, путинская, наследник Советского Союза. Не коммунистической идеей, замечу, а именно Советского Союза как империи. А Украина жертва этой империи. Вот и вся разница в подходе к переименованию. Приветствую всех зрителей Белсата. Пятница, очередной выпуск программы «Ход мысли» с Виктором Шендеровичем. Попрошу вас подписаться на наш YouTube-канал вот так, нажать на колокольчик прямо сейчас, если до сих пор не подписались и смотрите нас на нашем YouTube-канале. Мы начинаем наш выпуск. Виктор, приветствую. Добрый день, Игорь. Добрый день, Игорь. Не у народа Украины, не у ЕС, не у США, но почему-то внезапно эти вопросы появились вдруг у России. Как вы думаете, почему это очень сильно заболело у Кремля? Ну, тут даже и вопроса нет, потому что любой повод нагадить Украине, нагадить на Украину, любой повод на внутреннем информационном рынке делегитимизировать Зеленского, украинскую государственность, любой будет использован. Это все совершенно очевидно, это все усиливается собственной нелегитимностью Путина. Замечу, что Запад заметил это только сейчас, а на самом деле с 2012 года Путин совершенно нелегитимен, уже 12 лет как. И, естественно, держи вора, естественно, крики о нелегитимности Зеленского, естественно, им нужны темы. Поймите, вот представьте себе, что вы добродеев, что вы, Олег Борисович Добродеев, что вы руководите ВГТРК. И вам нужны информации, каждый день этот сливной бачок, так сказать, должен наполняться, и вы должны дернуть за цепочку, что-то слить, да, вот какую-то информацию. Вот очередная замечательная тема, можно позвать политологов и обсудить ничтожество украинского государства, нелегитимность украинской власти. Все очень логично, все очень логично. Тут даже было бы удивительно, если бы они пропустили этот момент. Нам, кстати говоря, если мы сейчас говорим логично-нелогично, обратите внимание на то, что один из аргументов, что раз заканчивается у Зеленского легитимность 20 мая, то вроде как уже и договариваться-то не с кем, если вот все время говорим о каких-то переговорах, договорах, то а с кем разговаривать после 20 мая, если Зеленский нелегитимный? При всем при этом пропаганда российская, она ведь постоянно делала акцент на том, что вообще правит Хунда все это время, вот как Зеленский пришел, правит Хунда. Но получается, что до 20 мая теоретически с этой Хунтой можно было договариваться, а после 20-го почему-то уже и нельзя. Игорь, вы ищете логику, вы ищете логику в районе науки логики, а логику надо искать в районе задач, которые стоят перед Кремлем. Задача совершенно очевидная, это пропагандистские задачи для внутреннего пользования, для российского информационного рынка. В Кремле же не идиоты до такой степени, чтобы полагать, что их крик о нелегитимности Зеленского что-то изменит в Украине или в отношении США или Запада к Украине. Это для внутреннего рынка, это для того, чтобы было о чем поговорить бабушкам на скамейке, телезрителям Останкина, что вот, видите, мы-то Россия, великая страна с великим руководителем, а тут просто какая-то шайка нацистов. Все абсолютно понятно. Логики тут искать не следует, никакой логики, кроме логики их интересов. Внутри логики собственных интересов они действуют очень логично. Давайте Добродееву, может, подкинем инфоповод, раз уж говорить не о чем. В общем, 12 мая мы это обсуждали с вами в одной из предыдущих программ, вывлился подъезд целый в Белгороде. И вот, как оказалось, всем пострадавшим отказывают выплатить компенсацию. Даже 10 тысяч рублей, это, по-моему, что-то там чуть больше 100 долларов, чиновники открыто говорят, что никаких выплат не будет. Ну вот, во-первых, можно говорить об этом, например, поднимать вопрос, почему же не выплачивают компенсации пострадавшим. А, понимаете, какая штука? Если движение, если протест, если каким-то образом в Белгороде народ самоорганизуется, если каким-то образом этот совершенно катастрофический по беспределу нравственному уже случай, потому что сначала они развязывают войну, потом с противоположной стороны прилетают снаряды в город Белгород, и гибнут люди, и разрушаются дома, а потом они отказываются выплачивать компенсацию. Вот если этот случай будет каким-то образом сдетонирует, или сдетонировал бы в населении Белгорода, если бы возникли проблемы с рейтингом Путина, с рейтингом власти, серьезным, вот тогда, вот тогда вышел бы весь белым Путин, царь, который в очередной раз прилюдно давал бы пощечину нерадивым боярам, который не заботится, значит, о его народе. Но до тех пор, пока рейтингу Путина, рейтингу власти ничего не будет угрожать, чиновник чувствует себя вместе, и Путин вместе с чиновником, и он не будет зря обнадеживать население и ссориться с чиновниками. Поймите, ведь, ну, собственно, что еще поймите, это, я говорил, что очевидные вещи давно уже осмыслены. Опора Путина – это, собственно говоря, чиновничество, это коррупционная опора, властная опора. Это его источник власти народа, только конституции. Источники власти совсем другие. Поэтому ссориться с аппаратом, ссориться с чиновниками, ссориться, тем более, так сказать, с какими-то силовиками, он не будет, а если будет, то только в крайнем своем случае, когда его приплет к стенке потери собственного рейтинга. Мы наблюдали неоднократно, помните знаменитое с Дерипаской, да ручку верните, вот когда начинаются социальные волнения, связанные с его собственной коррупционной системой. Вот тогда Путин выходит и отделяет себя от собственной коррупционной системы, выходит в белых одеждах справедливого царя. Но если народ молчит, безмолвствует, если население Белгорода все это продолжает есть, и ненавидясь киевскую хунту, так сказать, в этой ситуации, то зачем же Путину дергаться? Ну не выплатили, не выплатили, перетопчутся, перетопчутся. С точки зрения Кремля перетопчутся, как миленькие. А куда они денутся? А что они, куда они пойдут? На телевидение они пойдут? На выборы они пойдут? На улицу они пойдут против ОМОНа? Да ничего они не пойдут. И стокольмский синдром работает, и инструментов никаких нет. Поэтому чиновники могут себе позволить и такое тоже. Честно говоря, вы меня удивили. Я думал, что уж в этом случае будет проявлено некоторое благородство государства, забота. Но, как видим, нет, денежки дороже. Но это не я вас удивил, это власти Белгорода, наверное, вас удивили больше. Да, вы меня удивили предположением, что об этом может рассказать добродеев по ВГТРК. Это смелое предположение. Вот я вам скажу так, опять-таки, поскольку мы, ну, мы же обсуждаем интересы. И в этом смысле, если вы вдруг из телевизора российского увидите вот такой репортаж вдруг, то можно смело сказать, что что-то там, значит, дрогнуло и потекло в этом ледниковом периоде. Мы это узнаем по беглецам, потому что оттуда побегут крысы. И вдруг, да, вдруг федеральные телевидения заботятся нерадивостью, так сказать, власти, ущербностью Путина. Но это может случиться только, если что-то дрогнет и потечет. А до тех пор ледниковый период. Сразу как-то не обратил внимания, а вот эту новость, когда читал, обратил. И стало забавно. Дом находится на улице Щерса. Ну, во-первых, само по себе забавно, потому что Щерс, он украинец. Он выходец с Украины был. А во-вторых, обратил внимание на то, что ведь действительно в России до сих пор сохранились все вот эти вот улицы советские. Почему? Почему, как вы думаете, их не переименовывают? Но где Щерс, где сейчас российская действительность? Щерс — это часть... Что мы знаем про Щерса? Я знаю только, что голова повязана кровь на рукаве, и след кровавый стелится по сырой траве. Вот с детства я это помню. Да, 24 года было ему, когда его убили в 19-м году. Причем очень такие большие вопросы есть, скажем так, у следствия к его гибели. Там не все так ясно и однозначно. Ну, красный командир, адиютант царской армии еще, по-моему. Послушайте, да, да, да. Игорь, это совершенно неважно в данном случае, что там было. Важно, что Щерс является частью легенды, по крайней мере, для старших поколений. Я уже это старшее поколение, а для моих дедушек, бабушек там это было, так сказать, все это святые, священные имена. Это часть той великой страны, которую мы... Легенды, конечно, понятно, что я закавычиваю все это. О той великой стране, которую мы потеряли, распад которой по Путину главная, главная, так сказать, катастрофа 20-го века, распад Советского Союза, ну и так далее, и так далее. Поэтому никто не будет уже углубляться, собственно, историки-то, может, поинтересуются. Но с точки зрения пропаганды, Щерс – это часть этой легенды. Он через запятую, ну, естественно, меньшего веса, но через запятую, так сказать, со всеми героями гражданской войны, пионерами-героями, Гагариным, Харламовым, Утесовым, да? То есть вся советская легенда. Очень далекая от реальности, разумеется, от того, чем жили и на чем гибли миллионы людей. Эта легенда, эта легенда будет поддерживаться. Зачем же переименовывать? В данном случае это все очень логично и идеологично. И то, что в Украине переименовывают, а в России нет, то, что Советский Союз для России, Россия сегодняшняя путинская, наследник Советского Союза, не коммунистической идеей, замечу, а именно Советского Союза как империи. А Украина жертва этой империи. Вот и вся разница в подходе к переименованию. Заговорили вы когда-то про пионеров, про детство, про песню, про Щерса, тоже ее помню с детства, вспомнилась школа и вспомнилась информация, которая тоже у меня перед глазами промелькнула, что Министерство информации российское внесло предложение, видимо, оно сейчас рассматривается, скорее всего, будет утверждено. И самое интересное, что 47% россиян по опросам его поддерживают, вести оценки за поведение в школу. Я, честно говоря, не знал, что их отменили. Но мне кажется, с одной стороны, это забавно, с другой стороны, это печально. Почему? Потому что, во-первых, как оценивать поведение ребенка? Я скажу, у меня проблемы с поведением были в школе всегда. Это очень беспокоило моих родителей. Но все, что я делал плохого на тройку, это просто бегал по коридорам на переменах. То есть я не бил окна, я не бил из рогатки воробьев. Я особо, в общем-то, не причинял никаких проблем, но с поведением было не очень хорошо. Сейчас уже психологи говорят, что да, дети ведь, им нужно вот эту вот сбросить энергию, вот этот вот импульс. Да, для этого и должны быть громкие перемены. Например, когда мы, я помню, переехали в Польшу, мне это очень удивило, что в польских школах дети могут шуметь абсолютно нормально, и это не возбраняется. Им нужно вот эту вот энергию, импульс выплеснуть. Сейчас получается, что в российских захотят вернуть вот это вот, видимо, опять ходить очень строго на переменах там с троем и так далее. Вот как вы думаете, что хотят сделать? Тут есть медицинский момент, о котором вы сказали, что мальчик 6-7 лет, ну не только мальчик, но уже мальчик точно, мальчик 6-7 лет, который стоит у стеночки и ходит медленно, это мальчик нездоровый, его надо, конечно, к врачу. У него что-то с биологией, да, подторможенной он. Так не должно быть. Он должен прыгать, шуметь, скакать, да, и куда-то девать энергию. Это примета просто здоровья, да, просто примета здоровья. И это медицински вредно, ну вот так вот. Можно, конечно, заставить ребенка стоять у стеночки и ходить медленно, но это просто вредно для здоровья. Это момент, так сказать, медицинский. Но тут, конечно, в подкладке момент идеологический. Оценка за поведение – это гораздо шире, чем просто бег по коридорам, там, и шум на переменах, да. Нет, и битье ранцево по головам соседних девочек. Нет, это другое. Речь идет о возвращении поведения как добродетели. Смирное поведение, послушное, послушание является социальной добродетелью. Вот что. Это даже не про биологию, это про уже социальное. Послушание является предметом оценки. Если будешь послушен, если ты будешь слушаться старших, то у тебя, вот, это дает преимущество в продвижении дальше. Это некоторая система координат совершенно внятная. Советская школа, старая школа, она готовит шестеренки. Она готовит шестеренки для государственного использования. Это заготовочки, которые должны выйти из школы. Человек должен выйти не человек свободный, а должна выйти заготовочка для дальнейшего использования ее в государственных интересах. И послушание этой заготовочки, ее готовность быть заготовочкой и ощущать это как добродетель, то, что ты не свободный человек от Бога или от папы с мамой, да, свободный. И ты распоряжаешься своей жизнью. А все остальное, так сказать, уже подробности. Это твоя жизнь. Вот эта мысль, она совершенно, ну, оппозиционная сегодня. Нет, это ты заготовка для государства. Пушечное мясо или инструмент для добычи нефти, да, или что-то еще, но ты заготовка. И то, что дети официально, то, что послушание является дисциплиной, и очень важной дисциплиной, поведение, послушание, это, ну, я тоже не знал, что отменили, но де-факто, да, видимо, да, вспоминаю, что когда уже моя дочка училась в школе, вроде бы этой оценки не было, да, вспоминаю. А у меня-то, конечно, была, и тоже, как у всякого нормального мальчика, у меня были проблемы с поведением. Вертелся на уроках, это главное замечание, вертелся на уроках. Ну, довертелся, вот видите, да, значит, со своим. Но ведь, с другой стороны, действительно, мы же видели даже, есть проблемы, проблемы, наверное, поведения, проблемы коммуникации, потому что в сеть иногда попадают такие ролики, как абсолютно открыто хамят уже ученики, учителя, даже пытаются с ними чуть ли там не в физический конфликт входить. Есть наоборот, когда педагоги применяют тоже хамство или там физическую силу к ученикам. То есть проблема есть, просто, видимо, как-то решили вот таким образом попытаться ее решить. Ну, послушайте, в том-то и дело, проблема не может не быть, пубертат — это такое время, да, пубертат — это когда мышц много, а мозгов мало. Для этого есть педагоги, для этого есть, да, и для этого есть... Педагог должен теоретически превосходить пониманием ситуации и на превосходство в понимании, в интеллекте, да, должен уметь предусматривать или разруливать эти естественные совершенно проблемы пубертатного тяжелого возраста. Для этого есть... Для того-то и педагог, а не, так сказать, полицейский. А можно полицейского в класс ставить? Можно, да. Можно наручниками пристегнуть старшеклассников, чтобы решить вопросы насилия. Но это не работает. То есть это работает, но на коротком отрезке. А потом еще хуже. Но справедливости ради, там, где детей ставят на колени пятиконечной звездой, маленьких, которые еще не способны ответить, потом не надо удивляться, что встав с коленей в пубертатном возрасте, он этому педагогу может заехать в рыло. Это же связанные вещи. Это связанные вещи, потому что если инструментом является давление насилия, психологическое в том числе насилие, если подавление насилия является нормой в младших классах, из младших классов, если все держится на страхе, то в тот момент, когда страх уйдет, жди пролета маятника в другую сторону. Но это же вещи совершенно очевидны для педагогов, для нормальных, просто для взрослого человека с минимальным опытом, со своими детьми. Это же вещь совершенно очевидная. Значит, дальше вопрос, каким образом, совершенно неизбежные проблемы. Вот я в Англии, тут тоже традиции, да, такого унификации, Гарри Поттер всякий, да? То есть тут тоже есть проблемы, но они решаются в свободном обществе каким-то другим способом. Еще раз, это политическое решение о возвращении оценки за поведение, как мне кажется, это вполне государственное, важное решение. Государству не нужны свободные люди. Из свободных людей получаются всякие Навальные, Карабурзы, и бог знает еще кто, монеточки. Да? Государству нужны, заготовка, должна быть из школы, должна выйти заготовка, из которой можно потом точить любую деталь. Для фронта, для труда, для чего угодно, для голосования правильного, учителей, которые будут потом фальсифицировать выборы. Вот потом, вот все так. Послушание – очень важный момент. И оценка за поведение – это политическая совершенно история. Вы говорите, находитесь в Лондоне, как раз буквально на днях там разразился какой-то очередной скандал, ну, на уровне так соцсетей, видимо, средств массовой информации. Скандал вызвал новый спектакль «Ромео» и «Джульетта». И, в общем-то, ситуация в том, что «Джульетту» сыграла чернокожая актриса. И я вот почитал у вас на Фейсбуке, видел, что вы еще там сходили в театр, видели адаптацию «Ревизора». И там как раз тоже был «Чернокожий Христаков». Но это адаптация, то есть она, я так понял, что адаптирована именно под английскую действительность. А вот «Ромео» и «Джульетта» это не адаптация. И, например, как здесь вы считаете, может быть, лучше было бы… Зачем? Вообще зачем делать «Джульетту» чернокожей? Зачем здесь нужна эта инклюзивность? Слушайте. Да, может быть, проще сделать адаптацию так же и все. Ну, то есть дело происходит… Нет. Игорь, это вообще не наше дело. Театр – дело живое. Театр – дело современное. Театр существует здесь и сейчас. Театр – не музей. Если ты, так сказать, к театру относишься как к музею, но вот как в России был и есть малый театр, вот «Дом Островского». И, так сказать, назначение этого дома всегда было вот поддерживать традицию. Ну, вот и играли Островского, ну, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, но полвека назад. Играли Островского так, как играли его век назад. Это театр-музей. Это может быть очень любопытно, но это не имеет, в общем, имеет малое отношение к живому театру. Театр – абсолютно нормально, я отношусь к… Вот был Чернокожий Христаков, да он талантливый. Вопрос в том, почему он играет эту роль. Вот я об этом писал. Он играет эту роль, потому что есть квота на чернокожих, а он не готов к этой роли, но все равно есть квота на чернокожих, и надо, чтобы был чернокожий. Это плохо. А если он талантлив, то совершенно не важно, какого он цвета. Потому что театр – заведомая условность, да, и от Элла играл Николай Волков у Эфроса, и совершенно не мазал лицо сажей, да, это абсолютно нормально. Театр условен, да, он говорит, я черен, вот причина, он, мы, по условиям игры, он черный. Это театр. И в этом смысле проблемы никакой нет. Проблема, проблема в том, что в внутреннем расизме, которое есть в любом обществе, и, конечно, в Твиттере, так сказать, пошли, так сказать, склубились расисты, и этот, так сказать, видимо, они были достаточно активны для того, чтобы этот скандал, об этом скандале написал даже Гардиан, по-моему, да, но это уже детонация, это уже детонация расистская. Я никакой проблемы тут не вижу. Проблемы, я писал об этом, и критически писал, по Нью-Йоркскому образцу, проблема, когда тема там политкорректности, когда это становится квотой, когда это становится некоторым давлением на психику, когда талант уходит на второе место, уступая место требованиям политической корректности, политического момента. Вот это плохо. Знаете, был старый анекдот замечательный советских времен, да, можно ли, да, можно ли брать там в оркестр большого там, должны ли там евреи быть скрипачами, могут ли евреи быть скрипачами, да, можно ли брать, кого надо брать там в скрипачи. Смешное там, но это времен советских было. Ответ, надо в скрипачи брать тех, кто умеет играть на скрип, понимаете? Не евреев и не неевреев, а надо тех, которые умеют играть на скрип. Вы говорите квота, ну вот это слово, которое я всегда слышал, которое больше как бы применимо всегда было какой-то там нашей советской действительности, здесь все-таки вроде бы диктует рынок и, ну как понимать, где квота, а где талант? Приходит человек, садится, смотрит в зал, черная джульетта, но видит, что талантливая, здорово, да, видит, что неталантливая, начинает возмущаться, что она черная, уходит, кассовые сборы падают, в общем-то, это рынок, спектакль проваливается, а кто устанавливает эти квоты тогда? Ну, послушайте, вы же, собственно, описали, устанавливает, нет, зритель, успех определяет зритель, ну просто, да, вот на этот спектакль можно, вот идет Ромео и Джульетта, сегодня премьера, сколько он будет идти, сколько будет заполняться зал, сколько будет аншлаг, неделю будет держаться аншлаг, или потом, если будет больше, да, они продлят, вот там они должны играть там месяц, полтора, заполняется зал, отлично, еще перезаключается контракт, успех определяет, собственно, все, если есть успех, то слава Богу, если нет успеха, симулировать успех невозможно, никто не будет платить довольно большие деньги, так сказать, для того, чтобы, так сказать, исполнить какую-то, заполнить какую-то политическую квоту, а квоты придумываются, конечно, это, так сказать, сложная социальная система, в это вторгается политика, да, и вот это, то, что когда вторгается политика, и вторгается, вот такое, в простые театральные правила, интересно или нет, интересно, народ ломится, неинтересно, зал пустой, все, спектакль сходит, белый, черный, зеленый, синий, голубой, неважно, неинтересно, не смешно, не драматично, так что и бог с ними, бог с ними совсем, совсем что сбоку от простых, понятных, ясных вещей, успех, он неопровержимый, если люди хотят это смотреть, они будут это смотреть, не хотят их, не заставишь ни черный, ни синий, ни голубой, не будут, не будут ходить просто, да, это не, им неинтересно, квоты, им интересно, чтобы смеяться или плакать в зрительном зале, чтобы их захватывало, и у меня хорошее, сильное впечатление, позитивное, я вот сходил на спектакль Надеждины, играет Мария, Мария Машкова, реальный дневник ее прабабушки, жены революционера Надеждина, оппозиционера, так сказать, и оппонента Ленина, в частности, совершенно драматичная и реальная история, замечательно придуманная и сыгранная, и вот это живое, это живое, это вне квоты, и это интересно не потому, что она дочь, допустим, Владимира Машкова, или она живет в Лос-Анджелесе, или это кто-то, на эту тему кто-то дал денег, это интересно, потому что это живое, это очень сильно детонирует тема революционная, российская революционная тема, очень детонирует и очень соотносится с сегодняшним днем, тема самопожертвования ради будущего, тема буквальной жертвы собственного ребенка, а это реальная тема этой истории, к сожалению, во имя какого-то светлого будущего, это все детонирует самой Марии Машковой, с ее биографией, с ее конфликтами, и это очень сильная история, и она хорошо сыграна и поставлена. Ну, у нас сегодня такой выпуск получился наполовину театральный, тем не менее, уже завершаемый, тем не менее, в любом случае, даже и здесь мы все равно говорим о политике, ну, потому что, как вы упомянули, конфликт Машковой, в принципе, это ведь действительно, опять же, мы встречаемся с этими конфликтами и проблемами, как когда была гражданская война, она разделяла братьев, она разделяла отцов и детей, собственно, здесь мы тоже самое наблюдаем, ведь Мария Машкова осудила войну и прервала свои отношения и контакты с отцом, которого мы тоже упоминали несколько раз, он сейчас в когорте именно таких вот ярых пропагандистов Владимира Путина. Совершенно история, ну, конечно, не Бабелевская история, там, в Канарнии есть знаменитый рассказ, замечательный, сильнейший рассказ, письмо про братьев и отца, да, убивавших друг друга. Нет, слава Богу, не так, но то, что гражданская война сегодня идет, это в том числе гражданская, я сейчас даже не говорю не о России, и про Игорь, а в российском обществе, гражданская война, то, что дети и родители теряют друг друга, но, слава Богу, не убивают, но теряют друг друга, это все очень драматичное время, это время, которое, конечно, эти сюжеты будут изучаться потом, но мы понимаем, вот я говорю, почему театр «Живое дело», когда сегодня, я не знаю, как бы этот спектакль, этот дневник про бабушки, насколько он был бы интересен там лет 10 назад, насколько он был бы важен не только для самой Марии Машковой, а был бы важен для нас. Сегодня это очень горячо, потому что театр попал в какой-то нерв. Вот, вот в чем дело, мы сегодня живем в очень болевое время, в очень болевое время, и мы сегодня лучше понимаем драму, российскую драму 20-х годов прошлого века, мы это понимали как бы книжно, мы это понимали умом, сегодня мы это понимаем кожей, кишками, и история Марии Машковой, ее биография, ее спектакль, это вот этот самый обнаженный нерв, который задевает нас всех, конечно. Спасибо большое за сегодняшний разговор, очень жаль, что россияне, наверное, не смогут в ближайшее время этот спектакль увидеть, да и в Варшаве тоже пока что вроде бы там нет в планах у Машковой гастроли, но будем надеяться, что когда-нибудь это случится. Я постараюсь, я постараюсь полоббировать. Да, спасибо, а так действительно просто вспоминается еще раз фраза, что для того, чтобы знать будущее, нужно знать прошлое. На этом все, спасибо большое за внимание, через неделю увидимся в очередном выпуске программы «Охотмысли» с Виктором Шандаровичем. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»